Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущий всем привет, всем доброго бодрого утречка, бодрого понедельничка, я бы сказал. Давно с вами не виделись, Палыч, видите, загорелый фейс, Палыч был на огороде, и работал, и жарил шашлычки, и отдыхал, и расслаблялся. Короче, думаю, все так же провели плодотворно свои выходные, у нас наступает с вами рабочая неделя, надеюсь, она будет не менее плодотворной. А пока что, начнем наше утро, блин, чаечку не схватил, да ё-моё, да вот это вот скометрон, забыл чаечка налить себе. Ну да ладно, надеюсь, вы себе налили чаечка, у вас великолепное настроение, даже если не великолепное, то давайте запотрелись быстро, быстро чай пропишу всем, быстро, значит, бутерброды возьмите, и колбасой к низу, как говорил кот Матроскин, чтобы бутерброд был вкусней. Ну и давайте, собственно говоря, начинать. Сегодня поговорим с вами про Наталью, поговорим, кстати, поговорим мы с вами через, ровно через 10 секунд, а пока что вот пальцы вверх. Я вижу, кто поставил, кто не поставил, да и не поставил палец кверху, да, и чай не взял. А вот поэтому и поэтому сегодня хмурое настроение, а пальчик кверху, чаечек, и всё великолепно. Итак, значит, да, давайте непосредственно говорить про Губареву. Сегодня Наташка решила нас немножечко удивить, ну, я вам до этого ванговал, что её сад и огород травы будет по сисе. Ну, пока что там травы по каку, по сисе будет чуть дальше, возможно, будет местами по сисе, пока что имеем то, что имеем. Да. Значит, появляет закадровая музыка, вот эта вот её фишечка, великолепная песенка, значит, трава зелёная-зелёная, и появляется такая Натаха, знаете, летящей походкой, как в той песне, летящей походкой. Я даже не помню слов, хотя нет, Натахе другая песня подходит. Ей, знаете, типа, хоп-ступы, как-то вышли из подворотни, там, какой-нибудь такое больше ей подходит, знаете, шансон, шансон, тематика. Натаху такую, знаете, идёт коренастую, или как вот, знаете, музыка была в Терминаторе, I'll be back, и Натаха идёт. Вот это Натах, вот это вот темка. А то, что ты выходишь, как бы, ну, нормально, людям нравится, наверное, есть в неком твоём видео, знаешь, расслабляющие моменты, ASMR-видео. То есть, когда вроде бы красивая, красивая картинка, красивые звуки, правда, тут у нас ветер, и картинка в основном, значит, зелёная трава. Нет, зелёная – это хорошо, это успокаивает, это не расслабляет, но дело в том, что сейчас зелёная трава, зелёные листва у каждого второго в огороде. Сейчас, я знаю, с этой травой все мучаются, дожди идут, поливают, ой, поливают, вот, кость и так далее. Поэтому не удивило, вот говорю чуть-чуть другую тематику, и зайдёт, значит, да. Но сегодня, значит, Натаха решила поработать. Вообще Натаха, нам сегодня опять выражается, что времени у бедной не хватает, ни на что не хватает, в силу того, что поздно ложится, поздно встаёт, понимаете, так как бы говорит. Я поздно ложусь, что-то ей мешает, ну, наверное, работает допоздна, пока солнце сядет, и потом с фонарём на лбу, и Танюха бегает с другим таким, знаете, железнодорожным фонарём, с большим светильней, и они обычно всё там делают, все свои работы. Даже посуду не успевают помыть, так и сегодня не успела помыть посуду, там посуда полная, опять и гора, мойка, мухи уже давно отложили там свои личинки, возможно, даже уже и вывелись, но это не точно, но я предполагаю, ну, как это можно реально на кухне посудой, когда в летний сезон, да там, если застать немножечко жратвы, хотя они жратву доедают, наверное, тарелки вылизывают, ну, до конца там никаких крошек нету, но всё же, мухи только стоит сесть, всё, вот они сразу яйца, вот они сразу вылупились, эти личинки, поэтому вообще дичандра полнейшая. Ладно, касаемо травы, значит, траву стрижёт, всё хорошо, очередные, знаете, советы от аудитории, но не знаю, какой, наши, её аудитории, о том, что пишут про бедных курей, и всё в таком духе, брось травы, чтобы хейтеры, мол, отстали, касаемо травы, ну, реально вытоптанное поле, трава зеленеет, траву не даёт, ну, не знаю, может, на диете курей держат, или чем там их кормят, эта история, опять же, умалочивает, и вообще, вот, если так вдуматься, время на всё хватает, выпустим курей этих вот как раз за территорию своего города, там, где полно ли травы, куры побегают, забегут потом назад, максимум даже танки палку, либо коля придёт, она у тебя крикливая, говорливая, когда приедет, будет с палкой бегать, и разгонять курей, как бы, ну, на что она ещё нужна, или на что Танюха нужна, ну, пускай отрабатывает съеденные ковришки, а то бедные куры там уже всё, обголодались, значит, по приходу домой, было два сегодня действия, это была уборка, ой, уборка, Палыч, Палыч, ну, какая уборка, уборка накануне была, там, наверное, пол помыла, уже засрала его, не в переносном смысле, естественно, не в прямом, а там, может, ещё в прямом, когда после выпитого, и сколько ты выпитого, Танюха выпить сможет, значит, два дела сегодня, стрижка травы, и готовка жратовая, всё, как бы, день великолепно пройден, ну, как великолепно, умолилась, подрудилась, поставите лайкос, значит, похвалите, всё в таком духе, и жратовая сегодня очередное, что-то там жареное в казане в своём, вернее, в горшке, значит, мясо жарит, картошку жарит, это делать надоело, это не надоело, там уже куча комментаторов, вот они прям, знаете, прям пишут, значит, ну, возможно, знаете, те, кто кому на гублево нравится, прям пишут, Наташечка, можно ведь какие блюда приготовить, и там сегодня одна тётя написала, прям целый, знаете, тираду рецептов, всё в одном комменте, там и с яичками, и не с яичками, и с салатиками, и с лавашиком, и какой суп, смотрите, какие тефтелечки сделать, реально, если это читаешь, знаете, сначала думал, я такой, блин, ну, коммент дня, такой, чуть-чуть в стёгном плане, а потом читаю, и реально, у самого появился аппетит, и думаю, нормальный комментарий, просто единственное, что человек потратил личное своё время, просто в пустоту, губоливо это, не то, что это готовить не будет, она это просто дочитывать даже не будет, ей это не к чему, её предел это потушить картошки, потушить мясо, желательно ни то, ни другое не быть, чтобы затратить минимум времени, минимум трудоусилий, но самое интересное, ребята, вот именно было под этим комментарием, если вы найдёте, то найдёте чудо-чудо-чудо, великолепнейшие комментарии, такой, знаете, ответик, ответик, написали, ну вот приготовьте и вышлите, понимаете, как бы логику, да, то есть мы, ну мы, вот эта женщина, которая писала коммент, должна, должна, должна приготовить, и вот этой вот ненаглядной красотке, трудяге, значит, все эти эпитеты, сравнение, достоинстворение, в общем, выслать, да, а вот такое вот ты не видела, вот такую вот, вот такую вот фигуру из трёх пальцев, вот такую мы можем выслать, воздушным по идее, поцелуйки, и невоздушным, в общем, вот так вот, дичь одним словом, пфу, 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 блин, вообще просто, Палыч, успокойся, ты, это, на столешницу попал, ладно, что, ничего тут не было, короче, всё договорил, если что не договорил, да скажите ниже за Палыча в комментиках, я пойду дальше прохлаждаться, пойду дальше не работать, и мы сегодня в воскресенье, а вот понедельник, завтра с утреца, начнётся трудовая рабочая неделя, но ничего, мы должны с вами думать, что лето, лето, да, и соответственно отдыхать, веселиться, на море, океаны, кто-то поедет, поэтому, поэтому продолжаем дальше, а пока что всё, большое спасибо за ваши просмотры, комментарии, подписочки, отписочки, лайки, дизлайки, любая статистика на статистика, на любой статистике, Палыч заработает себе на конфеты, большое спасибо, на стримчатский не хотите приходить, ну, я хотя бы буду вам обзорами голову забивать, всё, в общем, я убежал, всем до новых встреч, всем пока!